Магазины, доступные даже в самых глухих деревнях по всей России, продолжают работать там, куда не приходят привычные для горожан торговые сети. Речь идет об организации, известной в нашем регионе как Марпотребсоюз. Вопросы его работы обсуждались в Ешкароле в ходе встречи главы региона Александра Евстифеева с председателем правления головного учреждения Центра Союза Владиславом Грибковым. Руководитель Муриел отметил важную социальную и экономическую роль потребительской кооперации, которая с одной стороны помогает со сбытом многим сельским производителям, а с другой снабжает продуктами жителей отдаленных уголков республики. Евстифеев высказал сожаление, что закупочная деятельность, которой занимается Марпотребсоюз, остается на низком уровне. Это закупочная деятельность, ну так скажем, маловато, но я вам могу назвать цифру. Значит, вот посмотрите, оборот закупочной деятельности составил, по моим данным, 56,3 миллиона рублей, но это очень мало. Ну что такое 56 миллионов на целую республику? Посмотрите, ну мало закупается и овощей. В текущей воде потребительской кооперации закуплено 217 тонн мяса, 653 тысяч, всего 653 тысяч яиц, 443 тонны картофеля, 449 тонн овощей. Мало закупочной деятельности. Ну, между тем, там работа, скажем, по организации общественного питания в сельской местности, это очень хорошо в целом торговля, очень хорошо, большой коллектив, да, очень хорошо, средняя заработная плата низкая. Грибков подтвердил, что потребительская кооперация в МРИЛ переживает не лучшие времена. Так, из 470 магазинов сегодня осталось 335. Но Центр Союз все более широко использует такой формат выездной торговли, как автомобильные лавки, которые помимо товаров предлагают и набор первоочередных государственных услуг. В системе Марпотребсоюза продолжается работа по автоматизации магазинов. Всего автоматизировано 100 предприятий торговли, сельские магазины оснащены контрольно-кассовой техникой нового образца. В прошлом году проведена реконструкция и ремонт 108 торговых объектов. Установлено почти 300 платежных терминалов, открыто два новых магазина в Мариторекском райпо и Микряковском потребсообществе. Доля собственной продукции в розничном обороте Марпотребсоюза составляет 30%. Продолжение следует...